Всех приветствую, меня зовут Андрей Алисеев, я участник нашего сообщества Меркурий уже более шести лет и скажу честно, от этого моя жизнь только изменилась к лучшему. Вот, уже несколько лет в квалификации лидера нахожусь, суммарно, как говорится, и сегодня я хочу вас познакомить с нашим прекрасным сообществом. День рождения у нас был буквально вчера. Буквально вчера у нас было 11-летие нашего сообщества, наше сообщество создано, чтобы помогать людям, поэтому если вы сейчас здесь задержитесь, немножко разберетесь, то жить вам станет проще, так же, как стало проще жить на всем нашим участникам, которые разобрались и запустили себе денежные потоки. Давайте начнем с самого начала. Когда-то в 2017 году ко мне пришел мой знакомый, тогда у меня был небольшой бизнес, давайте для начала еще вам расскажу, что у меня два высших технических образования, около семи лет я работал в найме, вот, и достиг там потолка, можно сказать так, вот, дальше потом я пошел в свой собственный бизнес 10 лет в разных сферах, да, пока я не встретил это прекрасное сообщество. Скажу честно, что я, ну, очень воодушевился, потому что начал разбираться, для чего она создана, кем, почему, для чего людям дана такая возможность взаимопомощи, вот, и что мы вообще можем, как бы, в своей жизни сделать благодаря взаимопомощи в том числе. Так вот, за 11 лет развития нашего сообщества, когда я пришел, было только пятилетие, друзья мои, в конце 2017 года приходит мой знакомый, у меня тогда был небольшой бизнес, туристическая фирма, вот, я был, как всегда, как любой бизнесмен, предприниматель, очень занят, вот, ну, пришел мой знакомый, говорит, слушай, тема такая есть интересная, говорит, на кнопочку нажимаешь, деньги получаешь. Я говорю, ну, интересно, давай посмотрим, что за тема там у тебя. Он говорит, я уже вот два месяца нажимаю, получаю вообще, вообще круто прям. Я говорю, ну, давай, попробую, как говорится. Ну, и тоже стал нажимать, зарегистрировался, начал во всем разбираться, по ходу дела начал приобретать где-то еще большую грамотность, узнал, что такое там криптовалюта еще более подробно. Раньше, конечно, пользовался, но не так активно, вот, как в нашем сообществе. И дальше, соответственно, я стал разбираться только на новогодние каникулах 2018 года. Тогда было пятилетие с нашего сообщества, вот, вчера мы праздновали, у нас праздничный был эфир, разыгрывали лотерею, поздравляю всех победителей нашей лотереи. У многих уже сыграла лотерея, хорошо себя показала, поэтому поздравляю. Так вот, в 2018 году праздновали пятилетие сообщества, тогда еще было молодое сообщество, сейчас оно уже более-менее зрелое. Вот, и меня очень сильно, как бы, водоражил вопрос, кто создал все это дело и для чего. И я начал копать, да, в интернете, соответственно, искать где-то по чатам какие-то ролики. И тогда не было такой консультационной поддержки, вот, допустим, которую сейчас я оказываю, там, лидеры из моей команды. Вот, тогда приходилось все самостоятельно рыть, копать, где-то что-то добывать. Вот, но, тем не менее, у меня это все великолепно, конечно же, получилось. Вот, и я наткнулся на видео нашего основателя Дмитрия Васадина, видео в Монако, он собирал всех, весь лидерский состав, и была такая открытая душевная встреча в 2016 году еще. Вот, поэтому я посмотрел, и меня зацепило. Зацепило, потому что у меня уже была определенная база знаний, друзья мои. База знаний о том, как устроена мировая финансовая система, как этот мир устроен. Потом у меня же все-таки был 10-летний опыт своего собственного бизнеса. Дальше у меня был 7-летний опыт найма, вот, и так далее, да, два высших образования и так далее. То есть вся вот эта вот база общая, да, дала мне возможность очень быстро разобраться, да, понять глубину, да. За счет этого я сразу же, ну, воодушевился и включился, и, конечно, я поставил себе цель познакомиться с нашим основателем, что я благополучно осуществил буквально там через чуть больше, чем полгода. Вот, так же можете сделать и вы каждый участник нашего сообщества. Если еще не участник, то если вдруг будете участником, то у вас появятся колоссальные возможности. Так вот, я попозже после презентации скину еще раз это видео, полчаса буквально посмотрите. Оно, конечно, более такое интенсивное, но, тем не менее, вы сможете с этим разобраться. Так вот, сегодня мы поговорим о наших денежных потоках, друзья мои. Наше сообщество создано с единой целью помочь людям через объединение жить проще, жить намного легче, чтобы вы не думали, откуда брать деньги. Чтобы вы в мандраже, что завтра надо платить кредит, а денег нет, надо идти куда-то занимать, чтобы у вас такого не было вообще по жизни. Наше сообщество создано для того, чтобы вы могли зайти в кабинет, нажать кнопочку и получить денежные средства. Вы, чтобы в своем кабинете наращивали мышцу инвестора. А мышца инвестора, знаете где? Она вот здесь вот находится в голове. Вот, если вы не выросли в семьях миллионеров, если вы больших там мега-бизнесменов, то, скажу вам честно, этому придется вам учиться по жизни. Поэтому, если вы хотите хоть как-то влиять на свою жизнь, то, конечно же, прежде всего разберитесь, как устроен тот мир, в котором вы живете. И рекомендую, единственный даже, даже больше ничего не буду рекомендовать, хотя бы это посмотрите. Рекомендую фильм «Деньги пирамиды долгов», друзья мои. Поэтому попозже я тоже еще раз продублирую в этом чате этот прекрасный фильм «Деньги пирамиды долгов». Это базовый фильм, это азбука, без которой вы не научитесь читать, вы не зная букв. То же самое и этот фильм «Деньги пирамиды долгов». Если вы не понимаете, как устроен сейчас этот мир, вы не поймете и не сможете влиять на свою текущую жизнь. Вот, поэтому на данный момент сообщество создано для того, чтобы создать, уже мы создали, вернее, за эти один свет, параллельный мир, финансовый параллельный мир, в котором мы занимаем свою экономику, свою внутреннюю экономику. За счет нее у нас появляется возможность деньги иметь всегда. Так вот, денежный поток – это такой интересный инструмент, который мы путем эволюции и развития нашего сообщества, это не где-то придумано, говорю, пьяным каким-то админом или программистом на диване за бутылочкой пива, да. Это выстраданный, выработанный за долгое развитие нашего сообщества, а это 11 лет, алгоритм психологического поведения больших групп людей. И этот алгоритм настолько уникален, то, что он параллельно вас обучает. То есть, как только вы начинаете пользоваться этим алгоритмом, вы становитесь финансово грамотным человеком. Так вот, у нас их несколько денежных потоков – это психологические, математические, разновременные денежные инструменты, которые дают возможность деньги иметь всегда. Можно сказать так, что мы инвестируем в денежные потоки и получаем соответствующую прибыль через оказание взаимопомощи. Потому что денежные потоки так устроены, что они соединяют всех участников нашего сообщества в большую кассу взаимопомощи. И создавая эти потоки, мы создаем прекраснейший алгоритм, где прекраснейшую такую мощную систему, которая перераспределяет денежные средства по справедливым, уникальным алгоритмам, которые дают нам возможности деньги иметь всегда. Так вот, пойдем, да. Первый денежный поток, первый психологически-математический, разновременной финансовый инструмент называется стартовый поток. Вы увидите его в своем кабинете, красная закладочка называется SP – стартовый поток. Именно поэтому называется стартовый. Если у вас еще нет кабинета, то обязательно возьмите ссылочку у вашего пригласителя, обязательно добавляйтесь в кабинет и развивайте его, друзья мои, регистрируйтесь. Если у вас нет пригласителя, вы не знаете, как попали, допустим, сейчас на созвон, то, пожалуйста, можете написать мне в личные сообщения и на данный момент зарегистрироваться. Я помогу вам разобраться со всеми нюансами, работами нашей системы. Либо выбрать консультантов-наставников. Вот бот скидывает у нас целый список. Можете выбрать любого. Все грамотные люди помогут вам правильно зарегистрироваться, создать кошельки и еще много параллельных знаний дадут абсолютно бесплатно. Так вот, первый стартовый поток, это красная вкладочка, он учит идеальной, правильной стратегии инвестирования. Либо учит правильное мышление инвестора, по-другому можно сказать. Это такой образовательно-финансовый инструмент. Параллельно он учит и параллельно дает деньги. Он работает следующим образом. Вы создаете поток. Допустим, минимальное количество номиналов это 5000. Вы можете на минимальный номинал создать поток и дальше уже его развивать. И как он работает? Он работает следующим образом. Вы положили 5000, подтянули и каренси. И каренси это наша криптовалюта, нашего сообщества, которому больше уже 5 лет. И получили выплату. Потом через 2 недели опять положили 5000, подтянули и каренси, получили выплату. Опять положили 5000 через 2 недели, подтянули и каренси, получили выплату. И каждый раз вы будете получать все больше, больше и больше. Потом выплата у вас будет 10 тысяч, вы туда 5, а она вам в обратку 10, вы туда 5, а она вам в обратку 12 и так далее. Стартовый поток работает 10 месяцев или 20 периодов. один период это две недели работает по принципу положил забрал положил забрал вложил забрал и брать все больше больше и больше самое главное качается ваша правильная мышца правильных инвестиций это вложил забрал вложил забрал бедный человек человек с бедным мышлением он не любит вкладывать, он только дай, 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 все мне дай, да, либо если он уже вложил, у него включается другой механизм, жадность, он еще хочет вкладывать, еще вкладывать, еще вкладывать, то есть инвестор совершенно по-другому мыслит, он равномерно все делает, он положил, забрал, положил, забрал, таким образом стартовый поток даст вам в течение 10 месяцев 150% чистой прибыли. Все вы можете это прочитать во вкладочке, как эффективно создать денежный поток и им управлять в вашем кабинете, поэтому регистрируйтесь и обязательно имейте доступ к вашему кабинету, чтобы разобраться во всех нюансах работы нашей системы. Следующий поток, я его называю деньги на каждый день, друзья мои, либо быстрый поток, это прекраснейший поток, аналогов тоже нету, и он подразделяется на обычный быстрый поток и супер быстрый поток. Обычный быстрый поток работает 30 дней, деньги выплачиваются каждый день равными частями с прибылью, которую мы получаем за счет подтяжки к потоку нашей криптовалюты и каренси. Супер быстрый поток работает 2 недели, это самый короткий из всех наших потоков, он для ваших самых коротких свободных денег. Быстрые потоки полюбили у меня предприниматели, очень хорошо прокручивают оборотные средства, особенно вне сезона. Выплата с доходом происходит в супер быстром потоке на 15-е нажатие кнопки начисления премии. Это супер быстрый поток, он с заморозкой средств на 15 дней. 15 раз нажали на кнопочку, на 15-е нажатие сразу получили и тело вклада, и, как говорится, прибыль. Вот, поэтому таким образом работает супер быстрый поток. Две недели, и вы уже с прибылью. Дальше, следующий очень интересный поток, это растущий поток. Зеленая вкладочка в вашем кабинете. Поток, который растет в течение 6 месяцев с момента его последнего пополнения. Мы его называем базовые деньги на жизнь. С помощью растущего потока многие наши участники гасят ипотеки, любую кредитную зависимость, покупают машины, квартиры, приходят к крупным целям. Растущий поток – это живой финансовый инструмент. Именно поэтому его надо понять. Сходу, с наскока вообще все наши потоки не поймешь. С наскока наша система не раскрывается. Наша система раскрывается, когда вы начнете углубляться, изучать, считать, разбираться. Вот тогда вы, соблюдая усидчивость, вы начнете, задавая вопрос своим пригласителю и лидеру, начнете разбираться, как работает вся система. Когда начнете ее чувствовать, тогда вы, скажем, разом будете видеть еще большие возможности нашей системы. Так вот, растущий поток – это живой инструмент. Это поток, который может превратить ваши 10 тысяч в 20 тысяч, ваши 50 тысяч в 112 тысяч, ваши 100 тысяч в 250 тысяч, ваши 500 тысяч в 1 миллион 375 тысяч, ваш миллион в 3 миллиона, 3 миллиона в 9 миллионов и так далее. Растущий поток любит большие суммы. Если стартовый поток можно запускать с небольших сумм, от 5 тысяч, там где-то, 10, 20, 30, 40, да, то растущий поток любит большие суммы. И чем больше сумма, тем больше процент, который он вам будет давать в итоге начисления. Вот. Поначалу растущий поток дает 0,3% от вашего первого, можно сказать, пополнения от суммы потоки, которое получается через увеличение вашего вклада с помощью и currency, которую мы добавляем к потоку. Растущий поток нужно взращивать в копилке. И чем больше мы взращиваем его в копилке через наши начисления и накапливаем в копилке деньги, которые доступны к выводу каждый день, тем больше у нас процент начисления. Он растет от 0,3% и дальше идет каждый день. 0,31, 0,32, 0,33, пока вы не заберете деньги из копилки, либо не заберете какую-то часть денег из копилки. Именно поэтому растущий поток он учит не просто терпению, это базовый инструмент, который просто развивает вас как личность. И он прорабатывает вашу жадность и страх потери. Это прежде всего два психологических бича человека с бедным мышлением. Ну, а если вы не выросли в семье миллионера, так как я не вырос в семье миллионера, я вырос в семье обычных советских людей, которые работали на заводе, в военном советском заводе, то вам придется учиться и прорабатывать жадность и страх потери в вашем подсознании. Даже если вы уже обладаете большими знаниями, все, как говорится, подводные камни, камни всегда кроются в нашем подсознании, друзья мои. Идем дальше. Растущий поток, это не просто какой-то поток, его надо понять, и понять вы сможете его только тогда, когда вы его запустите, и, конечно же, и начнете уже начислять и разбираться. Именно поэтому многие вот мои участники, новички, когда с наскока пытают понять все сразу сходу, им это никогда не удается. Именно поэтому я говорю, остановись, успокойся, разберись, переспи с этой информацией, и на следующий день уже появляется большая ясность. Потом еще большее, еще большее. Чем дольше вы здесь находитесь, тем большая ясность появляется, и тем больше денег к вам приходит. Наши участники, самые богатые, это те, кто здесь долго, и те, кто создали все потоки и эффективно ими развивает. Вот это самые богатые участники в нашем сообществе, самые грамотные, и которые понимают, как работает система. В свое время они разобрались и продолжают дальше разбираться, потому что наша система, она постоянно совершенствуется, она не стоит на месте. Мы живое сообщество, живых людей. И мы не сообщество клонов или столов или еще прочей мебели. Нет, мы живые люди. И здесь у нас запрещены какие бы то ни было мульти-аккаунты. Вот именно поэтому мы здесь сами управляем своим кабинетом, и за счет этого мы имеем деньги каждый день. Следующий наш психологически-математический разновременной инструмент – это накопительный поток. Это деньги на будущее, друзья мои. Знаете, я сейчас анализирую то будущее, которое нас ждет, и скажу вам честно, что я не вижу трендов и тенденций, которые показывают, что деньги отменят. Представляете, да? Деньги завтра будут тоже нужны, послезавтра тоже, через несколько лет, скорее всего, тоже. Деньги видоизменяются сейчас. С каждым разом идет большая атака на наличные, и все переходит в цифру. Чем сложнее будет нам немножко жить. Но мы должны, как говорится, тоже совершенствоваться, меняться. И таким образом мы можем использовать криптовалюту в своей жизни. Накопительный поток – это поток, который дает нам деньги в будущем. Либо по-другому мы называем наш пенсионный фонд, фонд совершеннолетия, либо еще каким-то образом многие участники называют деньги на будущее. Это стратегия от 3 до 25 лет, друзья мои. Таблица со всеми коэффициентами вы можете увидеть в своем кабинете, во вкладочке «Как создать поток и эффективно им управлять». Вот, поэтому, если же у вас еще нет кабинета, и вы не зарегистрированный участник, обязательно возьмите ссылочку у вашего пригласителя и зарегистрируйтесь. Это вас ни к чему не обязывает, но у вас будет доступ к вашему кабинету. Всегда вам будет есть о чем подумать. Это раз. И второе. Если же у вас пригласителя нет, и вы не знаете, как попали в этот чат, то, конечно же, напишите мне в личные сообщения, я помогу вам разобраться со всем нюансами работы этой системы. Ведь я здесь уже давно, все-таки 6 лет, поэтому кое-что знаю. Либо выбирайте любого консультанта, вот бот скидывает в нашем чате список консультантов, аттестованных, грамотных, уже понимающих, как работают все нюансы нашей системы. Выбирайте любого себе по душе, регистрируйтесь, и в добрый путь, как говорится. Наше сообщество создано на долгие годы для того, чтобы у вас была финансовая возможность жить немножко другой жизнью, чем той жизнью, которой приходится жить на настоящем времени. И неважно, в какой стране вы живете, везде, в принципе, по большей части все одинаково. Вот все сейчас зациклены на деньгах. Я это называю религией денег, друзья мои. Все молятся на деньги. Я люблю и обожаю денежную энергию, но прежде всего я первое место ставлю всегда человека, человеческие отношения. И это для меня, как ценность моей жизни, самое важное. Деньги – это следующая категория, к которой я уважительно отношусь, но поклоняться этой категории не собираюсь. Именно поэтому я с ними дружу, и они у меня всегда есть, вот. Но мир сейчас так устроен, что сейчас деньги стали культом. Поэтому посмотрите обязательно фильм «Деньги – пирамиды долгов», и вы много что поймете, станете финансово грамотным человеком. Дальше. Следующий наш денежный поток в нашем кабинете – это поток удачи. Это черная вкладочка, называется ЛТ, либо лотерея. Это наша беспроигрышная лотерея, уже только которая сделала три модификации в сторону улучшения. Раньше она была 5 из 36, а теперь она стала 5 из 25, друзья мои. И джекпоты стали срываться намного чаще. Уже только в этом году один наш участник сорвал миллион за день до Нового года. В Новый год сорвал другой участник 10 тысяч евро. И третий участник через несколько дней после Нового года сорвал 3 тысячи евро джекпот. Поэтому, друзья мои, играйте и выигрывайте. Я абсолютно уверен, что вам повезет. Именно поэтому у нас есть такой прекрасный, чудесный инструмент. Это беспроигрышная лотерея. Правила лотереи вы также можете прочитать в своем кабинете. У нас есть три категории лотереи. Это классическая лотерея, это синяя лотерея и это золотая лотерея. Классическая стоит 100 рублей, синяя стоит 500 рублей. Золотая лотерея стоит у нас 1000 рублей. И на данный момент джекпоты соответствующие. Классическая лотерея у нас 300 тысяч, в синяя лотерея 500 тысяч и золотая лотерея миллион, друзья мои. Поэтому играйте и выигрывайте. В любом случае вы выиграете. Потому что лотерея у нас беспроигрышная. И это очень важный момент. Если вы идете на улице и покупаете лотерею, то в любом случае шанс, что вы выиграете, очень минимальный. Каждый раз, когда вы не выигрываете, вы что говорите себе, ой, опять не повезло, ой, я не везунчик, ой, ой, ой и так далее и тому подобное. То есть вы активируете в своей голове негативную нейронную связь, каждый раз подчеркивая себе, что вы не везучий человек. У нас система совершенно другая. Если система, в которой мы с вами живем, она нас закабаляет через банковскую систему кредиты, долги, обязательства, то наша система, наоборот, раскручивает всю эту тему, раскабаляет вас. То есть делает вам возможности деньги иметь всегда. Именно поэтому у нас деньги выплачиваются каждый день. Приглашать у нас абсолютно не надо. И попозже я вам об этом расскажу. И лотерея у нас всегда выигрышная. Именно поэтому у нас всегда вы можете выиграть, неважно сколько, важно, что сам факт, что вы выиграете. Даже если вы выиграли два числа, три, четыре, начинаете уже этому радоваться, и у вас уже установка другая в голове. Я удачливый человек, мне везет. И вам реально начинает, вот я анализирую моих новых участников, которые начинают подсаживаться на эту волну. У них сначала два числа, он обрадовался, пускай там небольшие деньги. Потом три числа, он еще больше обрадовался, а потом он выигрывает четыре числа. И в золотой лотерея четыре числа, извините меня, это 35 тысяч сходу. Вы уже можете на эти деньги открыть дальше следующий поток и раскрутить эти деньги как можно больше. Вот, допустим, 35 тысяч вы можете положить в растущий поток, и у вас уже будет 70 тысяч и так далее. То есть надо разобраться с нашим денежным потоком, с насколько их не понять, сразу скажу. Если кто-то хочет прийти и сразу врубиться, говоря, что ай-яй-яй, какой я грамотный, я на бинансе там просидел несколько лет, то даже те, кто просидели на бинансе несколько лет, с насколько они поймут нашу систему. Мы ее разрабатывали 11 лет в нашем сообществе, через долгий путь проб и где-то тестов, им за счет этого у нас выстроилось идеальное сочетание как бы риска и прибыли на данный момент. Именно поэтому разбирайтесь, не торопитесь. Те, кто останавливается, не торопится, разбирается со всеми нюансами работы нашей системы, тот в ближайший месяц, два-три становится уже обеспеченным человеком. Идем дальше. Базовые потоки, я вам рассказал, которые есть в кабинете. Но я лично выявил 17 денежных возможностей, которые есть в нашем сообществе на сегодняшний день. Это не все денежные возможности. Их будет дальше намного больше, потому что наше сообщество постоянно растет и развивается. Но сейчас на сегодняшний момент вам доступны 17 денежных возможностей, которые есть в нашем сообществе. Вот, именно поэтому вы можете все их использовать и на этом, кажется, делать очень даже хорошие деньги. Я вам сейчас рассказал про базовые денежные потоки, которые есть в вашем кабинете. Сейчас я вам расскажу про еще два вспомогательных потока, которые тоже, я бы сказал, верно, если вы их запустите в своей жизни и научитесь ими грамотно управлять, то деньги у вас тоже будут всегда. Это бонусы за развитие нашего проекта. Дело в том, что наше сообщество не дает рекламу, и весь рекламный бюджет распределяется среди активных участников и лидеров нашего сообщества. Поэтому вы либо возьмете этот рекламный бюджет, либо не возьмете. Тут выбор за вами. У нас нет никакой обязаловки. Именно поэтому мы все говорим, что у нас сообщество свободных людей. У нас онлайн децентрализованное сообщество свободных людей, которое объединило несколько сотен тысяч на сегодняшний день, людей из разных стран мира, людей, которые хотят жить как-то по-другому, не так, как сейчас у них получается в этой системе, в которой мы вынуждены жить. Причем неважно, в какой стране вы живете. В общем, приблизительно система одинаковая. Везде кредитно-банковская система, которая вас заставляет делать определенные действия. И которая родена, я бы сказал, похожим одинаковым принципом. Так вот, бонусы за развитие проекта. Это первый бонус, это бонус реферальных начислений за лично приглашенным. То есть поймите одну простую вещь. У наше сообщество уникально. И все, когда начинают разбираться с нашими инструментами, они влюбляются в эти инструменты. И автоматически начинают говорить другим людям, своему окружению. Поэтому если вы пока не хотите никому рассказывать, не рассказывайте. Но крутите в мыслях одну мысль, что рано или поздно в вашем окружении другой человек придет и расскажет. И, соответственно, они зайдут в нашу систему, будут получать деньги. И деньги фонд будет благодарить того другого человека, который пришел к вашему окружению и рассказал об этой прекраснейшей возможности. Вот. Поэтому все равно кто-нибудь, кому-нибудь все равно расскажет. У нас так интересно все идет, что бывает в нескольких городах с разных сторон приходит информация от разных людей. Поэтому когда у меня уже есть шестилетний опыт развития сообщества, я реально понимаю, что иногда такое стечение обстоятельств, что информация доходит каким-то чудесным образом через третьи руки. И, наверное, так судьба складывается. Вот. И этот участник попадает в какую-то либо команду не просто так. Так вот, вы тоже не просто так попали в этот чат, потому что этот чат потрясающей команды. Вы можете здесь остаться, понаблюдать. Мы никуда не торопимся. Нам 11 лет сообщества. И разобраться, запустить, зарегистрироваться, выбрать себе пригласителя. Вот. Если я вам понравился, можете написать мне в личное сообщение, выбрать меня как пригласителя. Если любые другие консультанты, пожалуйста, можете написать им в личное сообщение, и они скинут реферальную ссылочку, и вы зарегистрируетесь. Либо, если у вас свой есть пригласитель, обязательно обращайтесь к нему и обязательно регистрируйтесь. Это вас ни к чему не обязывает. А вот возможности у вас очень даже прибавятся в вашей жизни. Таких возможностей в обычной жизни ну просто нету, скажу вам честно. Я опираюсь на свой опыт, 10-летний опыт создания классического бизнеса, 7-летний опыт найма, причем найма довольно серьезного. Я пришел обычным там агентом, а ушел заместителем генерального директора по деловому развитию и маркетингу огромного завода. Поэтому, друзья мои, я понимаю, о чем я говорю, и я всю свою жизнь работаю с людьми. И у меня есть определенная статистика в голове, как происходят какие-то процессы взаимодействия между людьми. Именно поэтому на данный момент я восхищаюсь той системой, которая создана, где я за 6 лет вижу, как она эффективно развивается, она постоянно совершенствуется. И то, о чем мы мечтали еще в 2018 году, сейчас уже реализовано, и вы имеете возможность этим просто уже пользоваться, наслаждаться, понимаете, да? Если мы тогда еще об этом мечтали, у нас не было таких возможностей. Когда я пришел в сообщество, у нас был один финансовый инструмент и одна валюта. У нас больше ничего не было. Только тогда зарождалась наша криптовалюта и каренсия, о которой я расскажу чуть попозже. Сейчас мы ей пользуемся, и активно она дорожает. Я только за этот год сделала X15, и мы, все участники сообщества, реально наблюдаем за ее взлетом, и это просто круто. Дальше. Бонусы за развитие проекта. Первый бонус, как я уже сказал, это реферальные бонусы, либо бонус за ваших, как говорится, приглашенных, лично приглашенных. Это от 2 до 7% в зависимости от потока. Проценты можете почитать в вашем кабинете во вкладочке бонусы за развитие проекта. Следующий очень интересный бонус, это называется лидерский, либо командный бонус. Когда человек уже разобрался, как работают потоки, он начинает уже рассказывать другим людям, ему все нравится, и он реально загорел, и он хочет развиваться здесь и по карьерной лестнице, он, конечно же, может уже и претендовать на должность лидера. Это не статус, это должность, друзья мои. И чтобы обладать этой должностью, нужно иметь определенные навыки работы, как и в онлайне, и технической грамотности в том числе. И, конечно же, минимальное условие – это 10 человек иметь в первой линии, приглашенных вами лично. И вам открывается, вы проходите соответствующее обучение, сдаете экзамен у топ-лидера, и вам открывается глубина до седьмого уровня. По вашим будущим лидерским ячейкам и в вашей личной ячейке, где является вы лидером-консультантом, до бесконечности, друзья мои. Только задумайтесь, до бесконечности. Где-то от 0,1 до 5% в зависимости от уровня, в зависимости от потока, который открыл тот или иной ваш участник, вам постоянно идут бонусы реферальных начислений. Идем дальше. Это вот сколько я уже перечислил, около 8 возможностей. И это далеко не все. Другие все возможности вы уже увидите после того, как начнете разбираться в нашей системе. Вам расскажут об этих возможностях ваш пригласитель и ваш лидер. Вот. Именно поэтому вот уже много лет наше сообщество, а это несколько сотен тысяч человек по всему миру, инвестируют в наши денежные потоки. И давайте я вам сейчас расскажу о той финансовой инфраструктуре, которую мы создали за эти 12 лет. Мы просто не сидели ровно, как говорится, на попе, а наше сообщество реально работало, реально работало над всеми инструментами. И сейчас продолжает работать даже над теми проектами, которых вы даже и в помине не знаете. Но сообщество ведет разработку этих проектов. И когда вы будете готовы морально, финансово, не знаю, в количественном соотношении к использованию этих проектов, эти проекты будут доступны нам в нашу внутреннюю экономику. Будут доступны для личного пользования. Вот. Именно поэтому на данный момент у нас есть колоссальная финансовая система. Первая. У нас 4 фонда коллективного самообеспечения. Это поток кэш в российских рублях, второй фонд общий евро, испанский в евро и польский сейчас в злотых открылся. Эти фонды открываются, где у нас определенное максимальное количество единомышленников собирается. Вот. Если испанский открылся, он открылся для Испании, Португалии и всей Латинской Америки, друзья мои. И у нас все больше и больше становится наших партнеров в этих странах. Вот. И так далее. То есть каждый фонд имеет свою реферальную программу. В каждый фонд можно зарегистрироваться. Вот. И в каждом фонде можно строить свою команду в том числе. В каждом фонде можно создавать денежные потоки в разных валютах. Таким образом вы можете запускать уже диверсификацию валютную. И таким образом развиваться гармонично и строить уже мировую команду, международную свою команду. И это круто. Дальше. У нас есть два криптовалютно-платежных сервиса. Это Money Storage и Сберкасса. Сберкасса заточена в основном для работы на постсоветском пространстве. Но любой человек на планете Земля может легко воспользоваться и нашим криптовалютно-платежным сервисом. Без проблем. У нас очень много соотечественников по всему миру. Поэтому многие пользуются Сберкассой и очень довольны. И Money Storage, друзья мои. Money Storage – это наш криптовалютно-платежный сервис, который заточен для работы в основном западной финансовой системы. Но даже любой тоже участник на планете Земля может воспользоваться Money Storage как тоже великолепным криптовалютно-платежным сервисом с огромными возможностями. Там мы можем пополнить, перевести, обменять, купить. Там есть в каждом платежном сервисе наши внутренние биржи, где можем мы приобрести ту или иную валюту, в том числе нашу e-currency. И мы можем перечислить криптовалютный платеж, сделать в любую точку нашей планеты. Именно поэтому наши криптовалютные сервисы уже много лет зарекомендовали себе и активно пользуются. По мощности они не хуже кошелька даже PR. Идем дальше. У нас есть наша криптовалюта e-currency, которой ей больше уже 5 лет, друзья. Это не токен, не коин, это currency. Currency – это технология. Я бы сказал, это технология 3.0 развития криптовалюты, которая, по-другому можно сказать, универсальная платежная средство. Именно по этой технологии сейчас пошли центральные банки на проталки в мире электронные деньги во всех странах через Международный валютный фонд. Эту технологию уже давно мы протестировали, еще 5 лет назад, и активно пользуемся currency, друзья мои. У нас e-currency, electronic currency, либо e-currency, за счет которой у нас происходит прибыль в наших денежных потоках. У нас такое, можно сказать, смешанное финансирование. Мы смешиваем рубли и смешиваем наши криптовалюты. И получается у нас продукт, который дает нам хорошую прибыль на дистанции, временном промежутке, в зависимости от потока, в зависимости от суммы. И таким образом вы получаете доход каждый день. Идем дальше. Следующий продукт у нас в нашей финансовой инфраструктуре – это, конечно же, облачный майнинг. Здесь мы можем майнить нашу криптовалюту e-currency и тоже получать прибыль. Мой майнинг, который я когда-то запускал первым, мой майнер уже, пошел седьмой год, друзья мои. Так как я уже 6 лет в нашем сообществе и никуда больше уходить не собираюсь, друзья мои. Нигде я ни по каким, не знаю, хайпам, матрицам, каких-то там интернет-помойкам я не ходил. Мне здесь всего хватает, денег тоже хватает. Хватает всех возможностей и ресурсов, которые, чтобы только развиваться, на это бы хоть время, как говорится, хватило. Поэтому, друзья мои, если вы здесь остановитесь и начнете разбираться, вот наша система любит людей въедливых. Не те, которые с наскока пытаются вверхи там ай-яй-яй ярлыки понавешать, да. И очень вот этот момент очень интересен. Человек с бедным мышлением, он мыслит ярлыками. А что такое ярлык? Это чье-то чужое мнение, где этот человек услышал и воспринял его за эталон, за эталон и вставил как кирпичик себе в голову, да. И дальше он мыслит чужим мнением, чужим мнением, как ярлыком, да. Плохо, хорошо, пирамида, секта, там, не знаю, там, и криптовалюта, лохотрон, там, еще что-то. И вот он вот эти вот чужое мнение какое-то свое вставил. Он своего не наработал, мозгов еще, потому что нет своего наработать, опыта, да. Он пользуется чем-то, каким-то чужим опытом. Поэтому здравомыслие, принцип, это всегда наличие своего личного опыта, да. Одно дело, ты можешь где-то что-то узнать, чему-то обучиться, но без наработки своего личного опыта у тебя нет объективной картины мира. Поэтому, друзья мои, если вы еще не нарабатывали в каком-то моменте своего личного опыта, у вас нет объективной картины мира. Это надо все пропускать через свое тело, через свое сознание, тогда у вас уже появляется представление, как говорится, о том, что и как работает. Так и здесь, да. Немножко отвлекся, придем к нашей финансовой инфраструктуре. Блокчейн. У нас есть свой собственный блокчейн, друзья мои. Не все банки, даже европейские, имеют свой собственный блокчейн. У нас же он есть, и он уже, ему уже более пяти лет, и он активно развивается. Вот, наш блокчейн с огромной скоростью транзакций, и когда вы начнете пользоваться нашими криптовалютно-платежными сервисами, вы это уже почувствуете. Блокчейн – это система учета данных, поэтому, друзья мои, наша система учета данных – это просто уникальнейший продукт. Идем дальше. Это, конечно же, нейросеть. Конечно же, куда же мы сейчас в наш век без искусственного интеллекта? Мы еще не знаем, как он нам, людям, он аукнется. Я думаю, вы помните фильм «Матрица», да? Если вы не смотрели, обязательно пересмотрите все четыре части. Первая часть была создана в 2099 году, и именно тогда Морфеус, когда он Нео, соответственно, забирал из «Матрицы», он говорил, что искусственный интеллект вышел из-под контроля. Именно поэтому стала война между человеком и роботами. Поэтому, друзья мои, надеюсь, у нашей цивилизации хватит мозгов держать это все дело под контролем. Но если не хватит, тогда придется идти по сценарию «Матрицы». Поэтому, друзья мои, в 1999 году этому фильму уже 24 года, но даже до сих пор, я недавно пересматривал, он просто воодушевляет, насколько емкая сама мысль. Поэтому, друзья, искусственный интеллект два года назад ворвался в нашу жизнь, и сейчас он ее просто перекраивает. И те, кто надеется на найм, на стабильность, не надеетесь, друзья мои. С каждым днем выходят самые разные новости, с каждым днем искусственный интеллект все больше и больше завладевает управленческими какими-то процессами, бизнес-процессами, производственными процессами, процессами какими-то в человеческой жизни. И чем больше будет делегирование этих процессов к искусственному интеллекту, тем больше вероятность того, что мы меньше сможем влиять на ситуацию. Поэтому, друзья, скажу вам честно, несмотря на то, что это немножко как бы тревожит, но хорошо, что у нас есть сообщество, друзья мои. И благодаря сообществу мы можем жить спокойно, спать спокойно. И даже те наши участники, которые в будущем, а это по-любому будет, даже сегодня, вот новость, я его опубликовал, глава Международного валютного фонда четко, ясно сказал, что 40% рабочих мест будет в ближайшее время потеряно. То есть будет увольнение, потому что искусственный интеллект сейчас идет большая конкуренция между бизнесами, большая конкуренция, кто быстрее введет искусственный интеллект и даст продукт быстрее, в большом количестве, дешевле и с максимальным качеством. И кто быстрее введет, у того будет дешевле продукт, и тот просто станет монополистом. Поэтому сейчас весь бизнес просто рвет и мечет, и быстрее внедрить в свои системы искусственный интеллект, роботов и так далее. Поэтому тот, кто сделает это быстрее, раздавит всех остальных, потому что так устроен этот мир. Именно поэтому конкуренция сейчас в бизнесе будет очень серьезная. Но возвращаемся к нашему сообществу. Вся наша инфраструктура, все то, что мы создали за эти 12 лет, и многое, о чем даже вы еще и не знаете, она создана для того, чтобы создать наш прекраснейший параллельный мир. И хорошо, что вы узнали эту информацию именно сегодня, а не через 10 лет. Берите ее с собой по жизни, регистрируйтесь, запускайте денежные потоки и получайте деньги, друзья мои, каждый день. В конце я сейчас отвечу на часто задаваемые вопросы и постараюсь вам четко все объяснить. Жить вам станет однозначно легче с нашими денежными потоками. Это подтвердят все участники нашего сообщества. Неважно, эти участники пришли месяц назад, 2, 3, 10 или несколько лет. Так же, как я. Вот я лично 6 лет в сообществе. Денежные потоки – это не какой-то проект в интернете. Это маленькая часть огромного замысла по созданию параллельного финансового мира, где у всех все хорошо, где распределение идет по совершенно другим справедливым алгоритмам. И я со стопроцентной уверенностью, друзья мои, могу сказать, что когда вы полностью разберетесь с нашими денежными потоками, вы поймете, что такого проекта у вас не было и никогда не будет. Именно поэтому все люди, наши участники подтверждают, те, которые начинают врубаться, как работает наша система, подтверждают, что аналогов просто нету. Нигде ни на каких помойках онлайн они этого не видели. Нигде о них так не заботились, как заботится наша система. Нигде так просто деньги не выплачивались. Вот как выплачивается у нас каждый день. Именно поэтому мы здесь долго, мы здесь по-серьезному. И у нас очень хорошая команда, душевная, и мы круто развиваемся. Теперь давайте перейду к очень часто задаваемых вопросам. Первый вопрос. Откуда, Вася, деньги, да? Как говорится, откуда деньги берутся? Давайте я вам расскажу, откуда же берутся деньги. Все мыслят шаблонами. И первый, как говорится, шаблон – это деньги от новых участников. Тот, кто не знает нашей системы, мыслит, конечно же, первым шаблоном. Он его выучил, шаблон привычный для него. Он начинает его выкладывать, как карту из колоды. Друзья мои, у нас несколько источников дохода. Наша система не такая простая, как вы думаете. Наша система очень замудренная. Но за счет этого она живая. За счет ее живости у нас деньги есть всегда. Потому что она бережет нас в том числе с помощью нейросети. Так вот, друзья мои, деньги у нас с нескольких источников дохода. Первый источник дохода – это, конечно же, от прогнозируемого курса роста нашей криптовалюты и каренсии, который делает сейчас, просто бьет все рекорды и делает уже только в этом году. Я еще раз повторюсь, она сделала X15, 15 раз подорожало. А это огромная хорошая статья дохода уже теперь. Вот, первый источник дохода. Второй источник дохода – от того, что у нас нет хозяина. У нас не коммерческий проект. У нас нет ни серого админа, ни хозяина, ни владельца, ни учредителя. У нас этого нет. Весь доход, который забирают все вот эти вот ребята, он остается в нашей системе и распределяется равномерно по кабинетам в зависимости от ваших алгоритмов, которые вы там создали. Поэтому, друзья мои, весь доход остается у нас и никуда он не девается. Не уходит для того, чтобы еще добавить 5 килограммов жира этому хозяину, как говорится. Он остается в системе, чтобы вас накормить, потому что у нас не коммерческий проект. У нас касса взаимопомощи. А касса взаимопомощи – задача ее оказать взаимопомощь. Накормить – первая задача. Помните русские сказки? Сначала накорми, напои, баню и стопи, а потом и люби, друзья мои. Так у нас эта система выполняет именно вот эти функции. Наша система призвана накормить, напоить, баню и стопить. Что такое баню и стопить? Знаете, очищение. То есть очистить ваше сознание где-то, чтобы вы как-то по-другому на этот мир стали смотреть. Потому что, как показывает практика, когда человек становится свободным от заработка денег, он начинает по-другому мыслить. Он становится, чаще улыбаться начинает. Он как-то какое-то воодушевление внутри появляется, надежда какая-то. Очищение происходит от страхов, прежде всего. Баню и стопи. То есть трансформация любого участника в нашем сообществе, она неизбежна. Это неизбежна. Это говорит мой шестилетний опыт. Я наблюдаю за всеми процессами, происходящими в нашем сообществе. И скажу вам честно, трансформация неизбежна. Так же, как трансформация моего сознания тоже происходит. И она тоже неизбежна, друзья мои. Так вот. И, конечно же, и люби, а потом и люби, да? Накорми, напои, баню и стопи, а потом и люби. Я думаю, вы все русские сказки в детстве слушали, читали, либо смотрели. Так вот здесь заточена наша система по этому же принципу, да? А потом мы начинаем любить весь этот мир. Почему? Потому что мы сытые становимся. Мы не становимся зажатые страхами, где взять деньги. У нас они есть. Мы знаем, где их взять. Заходим в кабинет, нажимаем кнопочку. Вот наши деньги. Вот, поэтому задача наша просто развивать свои кабинеты и еще больше получать деньги каждый день. Вот и все. Поэтому деньги у нас остаются в системе. У нас нет хозяина, да? Ну и, конечно же, наша система так хитро устроена, что наши потоки всегда надо пополнять. То есть мы пополняем, берем, пополняем, берем, пополняем, берем. И берем все больше, больше и больше, таким образом взращивая свой кабинет, свои денежные потоки. Вот. Если нам не надо на данный момент, мы не берем. Мы оставляем в системе, и он еще больше раскручивается. Поэтому, друзья мои, наша система так устроена, что она живая. И вы ее почувствуете, когда начнете ею эффективно управлять в вашем кабинете. Именно поэтому наши потоки так устроены, что надо их все время пополнять. И причем прикол, знаете, в чем? Вот те участники, которые уже долго в сообществе, они очень смело себя ведут, потому что они понимают, как работает система. Они понимают, кто ее создал, для чего ее создал. Они понимают, что у нас нет хозяина, у нас есть просто основатель, идейный вдохновитель, который немножко корректирует развитие нашего сообщества, потому что он его смоделировал, и дальше уже сообщество ему помогает дальше развивать его модель. Потому что уже ядро единомышленников, оно уже давным-давно создано. Это многотысячная, можно сказать, армия лидеров по всему миру, которым эта идея резонирует, которым эта идея легла на сердце. А значит, и запала в душу, как говорится. Поэтому многие наши поменяли свои жизни, многие лидеры и участники в том числе. У меня есть много разных участников. Кто-то приглашает, кто-то не приглашает. У нас не обязательно приглашать. Вот. Откуда еще у нас деньги? Конечно же, я сейчас рассказал вам три источника только дохода. Откуда у нас деньги остаются в нашей системе? Есть еще много подводных источников, да? Допустим, я вам расскажу, в связи с тем, что у меня уже шестилетний опыт, да? Я уже вижу статистику своей команды, да? Вот. И даже эта статистика мне четко и ясно дает видение, друзья мои, что огромная часть, огромная часть экономии для системы идет за счет неэффективного управления нашими участниками своего кабинета. Система готова дать вам повышенные проценты, но вы их сами не берете, потому что вы неэффективно управляете вашим кабинетом. А чтобы начать эффективно управлять, надо сначала сесть, почитать, подумать, очень хорошо подумать, потом задать вопрос пригласителю, потом задать вопрос лидеру, потом еще раз подумать. И так надо раз много раз сделать, чтобы вы поняли, как все работает, да? И чтобы каждый поток у вас в голове простроился не просто, как какая-то математическая модель, а математическая модель, которая во времени, во времени, да, живет и как она шевелится. Вот в динамике вы должны ее увидеть. Каждый поток, он имеет свою фигуру в динамике, если посмотреть. Вот. Поэтому, друзья мои, 20-30, а то иногда и 40 процентов, это неэффективное управление своими кабинетами. И как бы я не рвал глотку на командном обучении, как бы я что бы ни говорил, люди все равно идут по своей стратегии. Говорят, у меня своя стратегия, я умный, и поэтому я знаю, как управлять своим кабинетом. Не лечите меня, пожалуйста. И вот мы не лечим, конечно же, их, но эти участники экономят большое количество денег в нашей системе, друзья. И как это практика, это нормально, это мы все люди, люди все разные. Вот. Поэтому огромнейшая экономия, скажу вам честно. То есть, если участник может пополнить, у него есть деньги на 100 тысяч растущий поток, допустим, и у него в потоке будет 250 тысяч, участник выбирает другой путь. Он пополняет несколько раз по 20 тысяч, потом пополняет 40 тысяч, а потом еще 30 тысяч докидывает. И думает, что он сделал все эффективно. Но в итоге он получил не 250 тысяч приросток к потоку, а всего лишь 200 с копейками. То есть, 1040 он недополучит, потому что он произвел неэффективные действия. А почему? Потому что не понял, как работает данный поток. И так далее. То есть, у нас система непростая, но очень интересная. А когда вы с ней разберетесь, у вас появятся огромнейшие возможности. Поэтому, друзья мои, источников дохода у нас дохренища. Вот по другому слову я подобрать не могу. Берите и пользуйтесь этими источниками дохода. Вот. Дальше. Пирамида, мои друзья. Ой, шикарнейшие, просто обалденнейшие. Лохотрон и пирамида. Лохотрон – это определение человека, который даже не знает, что это такое. Это такое, что-то такое, я боюсь. Либо что-то такое, ой, мне неизвестное. Он называет лохотрон сразу. Чух, вешает ярлык. А пирамида – это широко такой термин, как говорится. Все не понимают, что все живут в пирамидальном мире сейчас. Даже тот ребеночек, который вчера родился в Африке, в Азии, либо у нас, он уже родился в пирамидальной системе. И он будет в ней развиваться. Если у вас есть карточка Visa Mastercard, я поздравляю, вы участник пирамиды, друзья мои. Если вы еще этого не понимаете, смотрим фильм «Деньги. Пирамиды. Долгов». Я неустанно буду вам это повторять, пока вы его не посмотрите и не перестанете задавать глупые вопросы. Поэтому возвращаемся к пирамиде. Пирамидальную систему в нашем сообществе мы разрушили. У нас одноранговая сеть. У нас не пирамидальная структура, где деньги стекаются в верхушку. Именно поэтому переверните один доллар. Если у вас нет одного доллара, ну купите, идите, купите в обменнике один доллар. И пускай у вас в кошельке будет один доллар. Если вы не понимаете, в какой мере живем, вы посмотрите внимательно, почитайте под лупой, разглядите, проанализируйте, что за такая валюта интересная. Там четко нарисована пирамида, всевидящее око. Во многих фильмах, кстати, разбирают эту купюру, очень интересно. Там заложено очень много чего. Масоны хорошо работают, ребята. Они закладывают смысл в глубину. Поэтому, ну мы же не понимаем смысл, мы даже не задумываемся их понять. Именно поэтому мы даже не знаем, что запрограммирована Федеральная резервная система США в этом долларе, друзья мои. Еще в 1913 году. Так вот, на данный момент всю пирамидальную систему мы разрушили. У нас одноранговая сеть. Вне зависимости от того, вы новичок, участник, старый участник, лидер, топ-лидер, куратор, неважно. Вы прежде всего участник. У нас у всех одинаковый кабинет. Неважно, топ-лидер, лидер, куратор, участник вчера, который зарегистрировался, у него такой же одинаковый кабинет. И от того, приглашает человек, не приглашает, не знают, как-то себя не так ведет. У него математика начисления его личных потоков никак не меняется. Она одинакова для всех. Именно поэтому у нас совершенно другая система. Но поймет ее только тот, кто остановится здесь и задержится, и начнет немножко разбираться. Разбираться начнет только тот человек, который немножко уже подустал. Вот устал уже херачить на работе. Вот те люди останавливаются и начинают разбираться. Кто еще не устал, тому продолжаете херачить и дальше, пока вы не устанете. Либо же здоровье не прошатнется. Поэтому тогда приходит осознание, что как-то, наверное, блин, не так жизнь, наверное, устроена. Надо, наверное, может, как-то по-другому делать. Ведь столько людей где-то что-то ездит, все у них хорошо. Вот как-то вот что-то они вот... А вот я херачу, 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 херачу. Вот. Если ваши действия не приводят вас к вашему желаемому результату, значит, стоп, остановитесь. Начните думать как-то по-другому для начала и начните делать другие действия, чтобы вы хотите другого результата. Так, поймите, да? Другого пути нет. Об этом вам скажут на любом бизнес-обучении. Если вы хотите другие, другого результата, делайте другие действия. А вы будете делать другие действия, когда у вас уже будут другие осознания в вашей голове. А чтобы были другие осознания в вашей голове, нужно быть среди людей, которые хотят жить другой жизнью. Не повседневной, непосредственной, а другой жизнью. Жизнью свободного человека. Финансово прежде всего. А потом уже в дальнейшем человек уже освобождается и дальше от всех всевозможных зависимостей, которые у него есть. У кого-то игромания, у кого-то алкоголь, у кого-то курева, у кого-то какие-то привычки ложить в чай 3 чайные ложки сахара. Это привычка, друзья мои. С детства. Это привычка. Проглотил человек и просто у него ломка. Попробуйте не положить. Сахар – это еще тот наркотик, который гробит ваше здоровье и приближает вас к смерти. Как это бы не, как говорится, грубо не звучало. Тот, кто меня уже знает давно, знает, что мои эфиры не всегда такие ласковые, но они немножко отрезвляющие и заставляющие задумываться. Поэтому если вы становитесь здесь, посмотрите на наши презентации, побывайте на наших событиях, то вы много чего еще почерпнете. Так вот, друзья мои, у нас нет обязательного приглашения. Хотите – приглашайте, хотите – не приглашайте. Тот уровень коммерческих проектов, где есть обязательное приглашение, мы уже давным-давно прошли и к этому не возвращаемся. У нас все устроено очень душевно, именно поэтому люди не могут сами молчать. У нас нет принудиловки, каких-то там созвонов, еще что-то. Кого-то мы что-то загоняем кнутом. Нет у нас этого вообще. У нас свободное сообщество, понимаете? Хотите – развивайтесь, не хотите – не развивайтесь, все от вас зависит. Чем лучше будете развиваться, больше денег будет. Медленнее будете развиваться, меньше будет денег, вы медленнее будете идти к своим целям. Поэтому все зависит только от вас, возможности в нашем сообществе, ну просто безгранично. Так вот, приглашать не надо, и деньги выплачиваются каждый день. Внимание, ни один коммерческий проект не выплачивает деньги каждый день. Знаете почему? Я как человек, который 10 лет создавал бизнес, я четко, ясно понимаю, почему. Потому что надо прокрутить оборотные средства, чтобы сливки были, и только потом ты можешь сливки эти снять. А куда сливки уходят? Конечно же, хозяину. А у нас нет хозяина, представляете? Нам не надо сливки снимать. Именно поэтому мы раздаем деньги сразу же людям, если они ему нужны. Поэтому вывод средств каждый день. Поэтому спокойно выводите без проблем. Если они вам сегодня нужны, пожалуйста, берите и пользуйтесь своей жизнью, меняйте свою жизнь в лучшую сторону. Кому-то надо кредит заплатить, кому-то надо что-то продукты купить, кому-то еще что-то сделать. Ну, наша система создана для того, чтобы оказать взаимопомощь. У нас касса взаимопомощи нового поколения. Только не простая касса, а новому поколению, который имеет потрясающую инфраструктуру. За кассой стоит несколько сотен тысяч участников по всему миру из разных стран. Именно все люди, которым срезонировало наше сообщество, те люди сейчас живут кардинально другой жизнью. Именно сейчас многие съехались на празднование нашего 11-летия в Таиланд и в Испании, в замке у нас будут праздновать. Именно поэтому многие участники сейчас там находятся, собираются. Многие знакомятся лично, кто в онлайне только познакомился. У нас сообщество живых людей. Многих, я лидеров знаю лично, поэтому с многими встречались, дружили, даже ходили вместе в походы. С многими еще предстоит познакомиться, говорится, лично. И это круто, что мы развиваемся как единое дружное сообщество. Именно поэтому все участники говорят в один голос, что здесь как семья. Именно поэтому оставайтесь здесь. Здесь тепло, очень надежно. Мы сюда пришли надолго. И здесь очень денежно. Поэтому вопрос о денег у вас просто будет снять. Вы уже будете знать, где их надо брать. Именно поэтому мы создавали систему, целую финансовую инфраструктуру. Для коммерческих проектов это долго и дорого, друзья мои. Создавать финансовую инфраструктуру. Это очень долго и дорого. Мы ее создавали 11 лет. И затратили на это несколько десятков миллионов долларов. Не каждый коммерческий проект готов инвестировать такую сумму для того, чтобы создать инфраструктуру. А для чего надо создавать инфраструктуру? Знаете, для того, чтобы ей пользоваться, друзья мои. Мы создали свою финансовую инфраструктуру, чтобы ей пользоваться, чтобы с ней жить. Если же коммерческий проект хочет в ограниченном промежутке времени сорвать бабло, то ему не надо создавать инфраструктуру. Надо какой-то сайтик, надо какую-то внутряночку, маркетинг. Это красивый обязательно маркетинг и легенда. Все, что надо для того, чтобы закрутить прекраснейший коммерческий проект и сказать, вау, мега-легенда, супер, на рынок вышла, супер-мега-мега, заходите, покупай живопись, помните, да, операции? Так вот тут то же самое. У нас этого нет. Мы идем от сердца к сердцу, от человека к человеку. У нас нет никаких реклам, у нас нет ничего вот этого, да, и мы никуда никого не зовем. Мы просто говорим, что если вам вдруг нужны деньги, и вы как-то хотите жить по-другому, и вам немножко, ну, подустали, наверное, да, заходите к нам, у нас все будет очень хорошо. Поэтому, надеюсь, я ответил на основные вопросы, и теперь с удовольствием могу ответить на ваши дополнительные вопросы, либо, может, у кого-то есть свои истории, как они пришли в сообщество, пожалуйста, поделитесь. Сейчас можете нажать на центральную кнопочку, у вас там такой поднять руку есть, вы можете нажать на центральную кнопочку, я увижу, включу вам микрофончик, и вы можете задать любой вопрос, поделиться своей историей, может, кто-то результатами хочет своими поделиться, и, как говорится, чтобы мы за него порадовались, потому что мы все разные, истории у нас разные, это самое ценное, что у нас есть, потому что мы, конечно же, сообщество. Ну что, друзья, кто первый, тот герой. Так, Саша, Саша, включаем микрофон и задаем вопрос. Добрый вечер, слышно меня, да? Добрый вечер, да, слышали. У меня вот вопрос чисто по математике. Вот я посмотрел расчеты, да, и вот, допустим, если 50 тысяч взять, там 100 тысяч взять в растущем потоке миллион, ну там все время, вот на 180-й день, все время суммы не хватает какой-то, вот там 12 тысяч, там 21 тысяч, а в миллионе вообще 360, там, по-моему, 2 тысячи не хватает. На 180-й день. Они как потом выводятся махом, что ли, или дальше будут выводиться? 180-й день. Вы так, вы еще, у вас... Александр, выключите микрофон? А, да, сейчас, секунду. Фонит очень сильно. Вот, спасибо. 180-й день, вы так, у вас есть свой поток запущенный растущий? Александр, вот ответьте и выключите потом опять микрофон. У вас есть свой растущий? Да, у меня запущены два потока на 50 тысяч, на 10 тысяч запущены. Ну вот нестыковка идет, я смотрю, чисто математика. Понятно, нестыковки там никакой нету. Вам надо, в связи с тем, что вы уже зарегистрированный участник, вам надо просто связаться со своим лидером, либо с вышестоящими лидерами, либо с вышестоящими лидерами, и разобрать те расчеты, которые вы смотрите. Надо детально подходить к каждому, как бы, вашему вопросу, понимаете? Надо брать с вас, садить вместе, идти в определенный чат, открывать демонстрацию экрана и смотреть, да, те расчеты, которые вы смотрите, и где вы там что-то увидели. Я не совсем, честно сказать, понимаю, где там чего-то у вас не хватает. Вот, 180-й день, это какой? Я сегодня до конца засчитал, как говорится, все время не было до конца окунуться в эту математику. Да, вот я сегодня до конца засчитал, я смотрю, ну не хватает, у меня там 12, вот на 50 тысяч, 12 тысяч не хватает. Вот если брать за счет того, что 6 месяцев, это 180 дней. Вот в чем вопрос, Александр, я понял, выключайте микрофон, я понял, в чем у вас затык, я понял, да. Вопрос в том, что вы считаете, что растущий поток закончит свою работу через 6 месяцев. Это не так, он продолжит свою работу, и он вот эти вот хвости, которые у вас еще не хватает, он вам дальше будет выплачивать. Но процент начисления будет тихонечко снижаться, потому что у вас уже денег в потоке будет все меньше, меньше и меньше, потому что процент берется от суммы потоки, которая у вас есть. Вот, поэтому это бесконечно работающий инструмент, растущий поток, это бесконечный инструмент. если им грамотно пользоваться, как учит стартовый поток, нас положил, забрал, положил, забрал, то это вечно работающий инструмент. Именно поэтому он работать, продолжать, если вы даже вот сейчас больше пополнять не будете, да, вот просто будете оттуда просто брать, 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 после 6 месяцев, то есть 180 дней, как вы сказали, у вас он дальше тоже продолжит начисления вам делать. Только потихонечку эти начисления будут все спадать, спадать, спадать. Вот. Есть целый блокбастер по растущему потоку, Сергей записывал, можно, в принципе, его посмотреть. Целую полтора часа разборную только растущего потока. Это очень живой, интересный алгоритм, изучайте его. Поэтому вот этот хвостик, который у вас не хватало, он дальше будет тоже вам выплачиваться. Понятно, что будет выплачиваться. Тогда и надо писать, что не 6 месяцев, а 7 на сайте. Какие проблемы? Он не 7, он бесконечен. Андрей, мне прям хочется даже ответить. Мне хочется ответить. Александр, вот Андрей только что сказал, есть эффективное управление потоками, а есть неэффективное. Так вот, я 15 августа открыла поток, растущий на 10 тысяч. И именно Андрей меня научил эффективно им управлять. на сегодняшний день у меня в потоке миллион триста двадцать две тысячи. И я в день уже получаю пять тысяч. И узнала, что не надо здесь считать за нас. Он бесконечный, он бесконечно приносит прибыль. Вот это эффективное управление растущим потоком. Андрей, еще хотела добавить, потому что не могу не рассказать. Ты говоришь, да, мы никуда не торопимся, верно. Сообщество наше никуда не торопится. Но как только я уже сделала статистику, например, просто мир меняется, и люди ищут возможности в интернете. И если из десяти человек, которым я хочу рассказать о возможности, пять уже здесь, в сообществе, давно, представляешь? И я понимаю, что, боже мой. Так вот, друзья мои, будьте, конечно, причиной счастья и финансовой свободы вы. Не думайте, надо человеку или не надо, расскажите ему. А он сам примет решение, хочет он поменять свою жизнь или нет. Поэтому делайте подарки людям, делайте. Вот, спасибо, Андрей. Спасибо, Надежда. Расскажите поток. Надежда, я не могу жить прекрасно и счастливо, да, там, вот, и охать-яхать, да. А потому что если на сайте написано в 6 дней, да, ой, в 6 месяцев, значит, так оно и должно быть. А давайте, Александр, мы начнем читать, что действительно там написано. Вот внимательно вернетесь потом в кабинет и почитайте, что там написано. Там не написано, что поток работает 6 месяцев. Внимательно, пожалуйста, прочитайте, что там написано. Там написано, что за 6 месяцев вы получите промежуточный результат какой-то. Там четко вот это написано. Поэтому внимательно читаем, что там написано. Хорошо, хорошо. Что там, друзья? Марина, Марина, слушаю вас. Поднимали руку. Марина. Да, я поднимала руку. Я вчера поднимала, но до меня очередь не дошла. Не дошла, да. Я поздравляю с праздником с нашим, с 11-летием. И я просто хочу сказать всем, кто новенький, ребята, заходите. 6,5 лет назад у меня эта информация приходила, и я отказалась. Я не поверила. Я посчитала, что это лохотрон, что это все, ну, нехорошо. Растеряла много денег вот именно в разных лохотронах, потеряла их. И потом мне опять пришла через 6,5 лет эта информация. И я пришла и подумала, раз уже второй раз, даже третий раз она пришла, то надо заходить. Зашла сначала, зашла, муж был против, все. Теперь я уже лидер 3, муж у меня лидер 2, мы вместе работаем. И у нас уже отличная команда, все нормальные, хорошие, осознанные. Ну, есть, конечно, люди, которые вот зашли и сами по одному работают, никого не приглашают. Но тоже у них есть результаты, а у нас уже отличные результаты. Вот Надя, сейчас Надежда сказала, какие у нее. У нас практически такие же результаты. И поэтому я всем новеньким говорю, приходите, приходите. Марина, у меня к вам вопрос, у меня к вам вопрос. Когда вы собираетесь из растущего потока полностью забрать все деньги и закрыть его? Никогда. Зачем? А почему? Ведь там написано 6 месяцев. Он такой хороший. Сейчас уже там, так, у меня в потоке где-то уже 700 в день идет, у мужа идет. Около 4 в день. Зачем я буду? Мы его выращиваем, взращиваем. Он всегда нас будет кормить. Зачем я буду оттуда? Если мне какую-то нужно большую будет покупку сделать, конечно, можно будет в копилочку там миллиончик положить. И что-то купить. Допустим, новую машину. У нас уже вот тут много рассказывают, что много новых машин. Но мы пока, нам не надо, у нас есть машина хорошая. Но через годик, может быть, поменяем. И тогда уже подумаем. У нас разные потоки открыты. Отлично. То есть вы планируете растущим потоком пользоваться в долгую, да, получается? Конечно, и всегда. Конечно. Зачем он мне 6 месяцев, чтобы работал? Он уже 6 месяцев, он уже больше работает. И пусть работает бесконечно. Это такой поток. Его расти-расти. Поэтому он и пусть растет. Когда надо, возьму. Да. Растущий поток мне напоминает, допустим, яблоневый сад. Вот мы парились, его взращивали, яблоньку эту взращивали. Или целый сад, тысячу деревьев. Потом плоды. Да, потом плоды. И вот тут мы понимаем, что, вот, говорится, пользуйся яблоневым садом. Год пользуйся, 2, 3, 10. Пока он старым не станет, можно сказать так. А вот тут решили мы на третий год, когда яблоня максимально дает урожай, решили его все-таки срубить. Ну, на хрена он нам нужен? То есть давайте заберем все деньги из растущего потока и все. Зачем? Мы лучше подкормим, пересадим. Еще, Андрей, хочу что сказать. Я не так давно в потоке, конечно. Мы уже столько преобразований. Во-первых, раньше деньги выдавали всего 2 раза в месяц, 7-21 часа. Сейчас выдают каждый день деньги. Потоки были, быстрый поток был там на одни суммы. Сейчас добавилось много других. Супербыстрый добавился, это уже в мою бытность добавился, супербыстрый. Теперь стартовые потоки тоже, ну... Ускоренные, да. Ускоренные, да. Поэтому очень много новшеств за маленький промежуток времени. Ну, конечно, время потеряно 6 лет. Если бы я тут 6 лет назад поверила человеку, ну, кто-то чужой звонил. Вообще с Иркутской или с Челябинской, с этого, откуда-то с Востока. Не помню. Людмила только имя. И я отказалась. А теперь просто утеряно время, уже года-то. И так бы, как бы классно было, если... Все свое время, все свое время. Все свое время тогда была не готова. И, наверное, еще долги кому-то отбала Всевышнему. Теряла везде. А здесь только приобрела. Отлично, Марина. Поэтому всем советую и предлагаю, приходите, не бойтесь, попробуйте. Зайдите с малой суммой. Я зашла с трех тысяч на растущий и с трех на быстрый. На растущий просто не объяснил вышестоящий, потому что еще тоже не был лидером. Что с десятки надо зайти сначала. Хотя бы. А потом, сейчас у меня практически никто не заходит с трех тысяч. Все заходят как надо. Все правильно. Именно поэтому лидер и лидер, что он объясняет всем своим участникам, как правильно это делать эффективно. Так, еще кто поднимал руки. Спасибо, Марина, большое за ваше дополнение, за вашу прекрасную историю. Желаю удачи, чтобы потоки бурными в этом году, чтобы они раз в пять выросли. И, как говорится, возможностей в жизни стало больше. Благодарю. Так, ну что, кто еще поднимал руку? Микрофончики включил. Можете нажать на микрофончик, он сейчас зачеркнутый, и задать вопрос. Андрей, здравствуйте. Меня зовут Алия. Здравствуйте. Меня зовут Илья из Алании. Я недавно подключилась к Сергею. Что хочу, расскажу немного свою историю. Чисто случайно в Ютубе нашла видеоролики про вот этот поток. И стала изучать. До пяти утра я смотрела, просматривала абсолютно всех. Да, я видела Юлию, которая сейчас в Таиланде. По-моему, она тоже лидер, да. Сергей часто выходил. Леонид. Леонид, по-моему, такой лысенький дяденька. Вы, вас видела. Я, конечно, по энергетике, вы мне, конечно, больше подходите. Но так получилось, что я заходила в телеграм-каналы вот именно вот этих людей, чтобы посмотреть, у кого какая движуха. И почему-то Сергей, он мне запал, как бы, видимо, до пяти утра ночью запал и мне именно Сергей. Я ему утром написала почему-то то, что это 11 лет работает. Почему-то даже вот я в этот же день, 11 января, подключилась, поговорив с ним. Закинула я, достаточно я открыла потоков, я всю свою родню подсадила, все позакидывали всякие разные потоки. И вот сейчас сижу, разбираюсь, да. Я попала на тот момент, когда вы сказали, что новички, не парьтесь, не разбирайтесь, не думайте, не усложняйте, а просто заходите на все потоки. Я все еще пытаюсь и проценты сосчитать, ну, потому что я в прошлом как бы лидер, и я знаю, что у меня есть много людей, которые с меня это будут спрашивать. И я пока на данный момент мучаю этими процентами, расчетами Сергея. Сегодня я расписывала то, что написано на сайте. Вот так же, как Александра, наверное, да, я тоже сидела, выписывала себе. Быстрый поток стратегии. Создать поток на максимальную сумму и использованную прибыль использовать на создании меньших, но более прибыльных потоков. Вот здесь у меня встал вопрос. Я до шести вот ждала, чтобы задать его вам, лидерам. То есть, допустим, если я зашла на 120 тысяч, я в месяц получаю прибыль 10 тысяч 200. Это быстрый поток. Из 10 тысяч 200, ну, следуя вот этой стратегии, я могу зайти на три маленьких потока по 3 тысячи и получить за 1 месяц. Можно и так. Можно и так. Если у вас вот эти, я понял, если у вас вот эти вот сумма 120 тысяч, она во времени, то есть, свободная, да, то лучше идти гармонично спускаться, да. Вода же, водопад, он спускается плавненько, да, вот так вот, да, и вода стекла в реку и дальше потекла. Так же и здесь. То есть, если вы зашли на номинал 120 идти, через 20 дней вы сможете открыть номинал там 100. Потом, и у вас 2 будет одновременно работать. Потом вы можете открыть номинал еще ниже, еще, еще, еще. И таким образом, как только будет появляться, аккумулироваться сумма, которую будет возможность вам давать суммарно, открывать следующий номинал, следующий, следующий, то вы спускаетесь до самого низу грамотно и плавненько. Если при условии, я еще раз скажу, временной промежуток у вас не ограничен, да. То есть, потому что вот этот спуск где-то со 100 тысяч, со 120 до 3000, спуск где-то у вас займет ориентировочно 2-2,5 месяца где-то так. Ну, максимум 3, максимум, как правило, это вот 2-2,5 месяца. Вот, и у вас будет максимальная прибыль, вы сложные проценты запустите. Таким образом, по этой стратегии в быстрых потоках. Я провожу целое командное обучение на эту тему, поэтому у вас, можно сказать, вопрос по стратегии уже, не по тому, даже как работает поток, а по том, как им эффективно управлять. Это уже вещь совершенно другая. Это другая глубина, как говорится. Поэтому моя рекомендация, если вам время позволяет, спокойно идите следующими номиналами, следующими, следующими, плавно спускайтесь. И к следующей номиналу вам будет все открываться быстрее, быстрее, быстрее и быстрее. То есть, если первый номинал ниже вам будет 20 дней, потом вы будете открывать за 15 дней, потом вы будете открывать за 10 дней, за 5, а потом в один день вы сразу последние все номиналы откроете. Вот, в трех словах, если. Если я правильно поняла Надежду, я тоже, вот Андреев, я попадала на ее созвон. Она сказала, что 15 августа она зашла на 10 тысяч рублей. Вот сейчас она говорит, что у нее в работе за 5 месяцев 1 миллион 32 и 5 тысяч в день. Вот мне интересна вот эта стратегия. Стратегия смешанных действий. Это стратегия смешанных действий. То есть Надежда в связи с тем, что Надежда обладает большой глубиной, большой обучаемостью. Надежда заваливала меня просто первый месяц всеми разными вопросами. Она разобралась и взяла Надежда все возможности нашей системы. И реферальный поток она тоже взяла. И потом командный бонус она тоже взяла. И начала строить и команду в том числе. Это результат смешанных действий, друзья мои. Это не только вот пришел на 10 тысяч и ты ими крутишь, крутишь и через 5 месяцев вот у тебя миллион. Нет. Это результат смешанных действий. Только одних там реферальных, наверное, только в растущем потоке сообщество выплатило там не меньше полумиллиона, друзья мои. Поэтому за правильные действия, друзья мои. Поэтому когда вы используете все потоки и используете следующие потоки. Поток реферальных бонусов, поток командных бонусов. Используете супербыстрый поток, обычный быстрый поток, ускоренный стартовый поток, стартовый поток вы используете, растущий поток, накопительный используете, да, и так далее, да, то у вас появляется комплекс такой, система, она живая, и вы начинаете ей, как это сказать, как в цирке. Жонглировать. Начинается процесс идти, взращивание на разных-разных-разных-разных возможностях, почему осьминог очень устойчивый, у него много щупалец, понимаете, так же вы, когда запускаете каждый-каждый-каждый поток, у вас много щупалец появляется, сначала они коротенькие щупальцы, маленькие там номиналы, а когда уже они начинают все разрастаться, у вас уже щупальцы начинают идти, вы уже заходите утром в этот кабинет и думаете, блин, так, с чего начать, какой поток, начать что-то с ним делать, да, где-то надо кнопочку нажать на чистую, где-то надо снять, где-то надо реинвестировать, где-то надо и currency подтянуть, где-то надо еще что-то сделать, у вас прям целый пошел движуха, квест пошел, да, ваш мозг начинает уже, как говорится, работать по полной программе, поэтому результат смешанных действий, которые запрограммированы на конкретную цель и на конкретный результат. Поэтому делайте все возможные действия, у меня есть на моем ютуб-канале 17 денежных потоков, целая лекция, которую я летом записывал, Надежда, как говорит, эту лекцию посмотрела сколько раз? Два раза подряд, чтобы разобраться, два раза. Так, Андрей, еще вопрос был в чате, как приобрести майнер? Ну, очень просто. Для этого обратитесь к вашему вышестоящему лидеру, он вам даст сайт, на этом сайте надо просто будет авторизироваться, тоже через нашу систему EID и почитать все условия по currency. Там четыре вида майнеров, и спокойно можно через money storage оплатить покупку майнера, туда еще добавить надо будет токены, токены надо будет купить тоже на money storage. Вот, и майнить вашу первую currency, соответственно, можете почитать доходность, которую он может дать, но потоки всегда будут более прибыльные. Поэтому майнер – это долгие деньги, это долгие инвестиции, поэтому вот когда жирок вы уже начнете, как бы уже на потоках делать, и не будете знать, куда деньги еще засунуть, вот тогда засовывайте в майнеры. Но насколько быстро, завтра уже майнинг сильно вам деньги не принесет? Это если у вас есть свободный там миллион, и вы хотите сразу купить более мощный майнер, то это интересно, да. И то он вам окупится там через там ориентировочно два года только, понимаете, да, вся эта покупка. И не забывайте, чтобы майнер работал, надо еще и токены купить, токены тоже денег стоят, вот, поэтому, ну, потому что майнинг – это, майнер – это печатный станок, а нам нужно что еще? Сырье, да, то есть как мы в принтер засовываем бумагу, сырье, да, печатный станок, мы покупаем принтер, покупаем печатную бумагу, да, и потом печатаем документ, договор, на котором цифра можно прописать в миллион, да, долларов, да. Так и здесь, да, у нас по концовке и currency выходит. Мы туда токен, майнер, и по концовке выходят у нас продукты и currency. Поэтому без проблем можете все это приобретать, можете купить тестовый, я его называю обучающий, самый недорогой, он 200 долларов стоит, и начать хотя бы разбираться, как он работает, да. 0.8 и currency будет в сутки он давать, и таким образом можете уже, по крайней мере, навык у вас будет, и вы будете цель ставить и понимать, как он работает. Я также первые, 6 лет назад я купил первый майнер, он у меня за 200 долларов, вот, и я начал разбираться, как он работает, можете на этом потренироваться. Ну, а дальше, соответственно, дальше больше, как говорится, вот, ну, по крайней мере, эта тема будет для вас уже понятная, а, как бы, понятие, как работает инструмент, уже дорогого стоит, друзья мои. Поэтому обязательно, ну, берем, используем эту возможность в том числе. Майнинг – это, ну, хорошая вещь. И чем дороже e-currency у нас будет становиться, тем более-менее период окупаемости майнеров будет, то есть снижаться будет время окупаемости. Поэтому используем эту возможность тоже, и в будущем, я думаю, что наши майнеры будут окупаться за год даже. Сейчас они где-то около двух лет окупаются, а дальше они могут окупаться за год. Так, вопрос еще. Андрей руку поднял. Андрей, слушаю. Микрофончик. Добрый вечер, Андрей, добрый. Хотел спросить, я что-то там не читал на майнинге, сколько всего будет монет выпущено? Вот биткоин, допустим, 21 миллион будет выпускать, а вот наши монеты сколько будет? 33 миллиона. Ориентировочное количество общая монета e-currency – это 33 миллиона. Вот. Дальше, если наше сообщество будет прям мега-мега-мега расти и понадобится большее количество монет, возможно, примут решение об увеличении. Но пока решения такого нету, вот уже 6 лет нам хватает общего количества, и тем более оно еще не полностью все намайнено, поэтому 33, 333 миллиона – общее количество монет. А вот то, что мы платим, ну, как газ будем считать, за газ платим вот эти вот монеты, вот они сжигаются или как, или они куда-то уходят? Газ. За газ мы не платим, мы платим за газ только в коммунальных услугах. В данном случае у нас смешанное финансирование, мы смешиваем нашу криптовалюту и рубли, да. Нигде ничего не сжигается, эти e-currency уходят в систему, вот. И система иногда нам тоже может выставлять ордера и, соответственно, ну, продавать нам в сделках на внутренней бирже тоже e-currency в том числе. Вот. Таким образом происходят круговороты и currency в нашей системе, друзья мои. Вот. Поэтому нигде ничего там не сжигается, у нас нет такого. Вот эти все сжигания, вот эти всевозможные газы – это все придумано для спекулятивных инструментов, чтобы за инфляцией как-то… У нас нет инфляции, у нас есть спрос, все. У нас чистая экономика. Вот как она была при золоте, да, вот когда наши деньги были подтверждены золотом. Вот у нас приближена экономика к вот этому, да, чтобы не было вот этого инфляционного, вот этого вещи, да, которые печатаем, главное, чтобы напечатать, как говорится, да. Вот. У нас чистая экономика, без… нам не надо ничего уничтожать, чтобы искусственно сделать дефицит этого. Нам, ну, нету в этом потребности. Вот. У нас все четко, красиво. Сообщество развивается, все растет. Сообщество немножко где-то отдыхает, то все более-менее стабилизировалось. Вот немножко мы сейчас за акцией сообщества немножко поотдыхали, да, то есть икарнси где-то нам в подарок, где-то по халявному курсу, где-то еще там что-то. И мы видим, что рост икарнси чуть-чуть притормозился и даже немножко спустился, да, то есть мы доходили до 42, 43 иногда, до 45, по-моему, даже я видел. А сейчас джик и было буквально… За 46 покупала, за 46 покупала даже. Ой, даже до 46, обалдеть, Марина. Да. Вот. А сейчас вот у нас спускалось до 35, спускалось, да, потому что спроса не было, все в акции, в акции, икарнси в подарок, система, да, вот. А потом вот вчера пиковый день был просто вообще, все решили резко создать потоки, ну вот прям вообще. Аж на сайт начал сообщение выдавать, что ребята, придите через 15 минут, да, вот. Вот. Это говорит о чем? Ну, что все ринулись, пиковая нагрузка, молниеносная, да, решили дождаться последнего дня и создать себе ускоренный стартовый поток. Вот. И в чем нюанс? Нюанс в том, что икарнси подорожало сразу до 41, потому что все резко ринулись в сберкассу, резко покупать икарнси. Кто-то в себе в растущий поток икарнси подтягивал по льготному курсу, кто-то в другие потоки, вот, в том числе. Поэтому, как только мы начинаем шевелиться, икарнси сразу с 36 до 41 поднялась, все. Мы будем опять отдыхать, опять икарнси чуть-чуть подспустится. Мы начнем опять сильно шевелиться, опять будет подниматься. У нас все гармонично, то есть, рост икарнси – это гармоничное развитие сообщества. Вот. Если икарнси растет, сообщество растет. Вот. Если икарнси немножко пристановилась, значит, у нас акция, мы отдыхаем. Вот. Так. Ну что? Так. Асия. Асия подняла руку. Да, слушаю, Асия. На микрофончик нажмите, чтобы мы вас слышали. Пока не слышно. Асия. Пишется, что как будто вы говорите, но я вас не слышу почему-то. Перезайдите, может быть, зайдите и опять руку поднимите. Попробуйте. Бывает такое. Бывает глюк какой-то. Так. Александр. Александр. Слушаю, Александр. Здравствуйте, Андрей. Всех приветствую, партнеров, меркорианцев. У меня вот этот вопрос. Я только что начал задумываться, от чего же икарнси растет. Вы как бы ответили, но тогда у меня возник еще другой вопрос. Раз происходит как бы круговорот икарнси, да, то какой смысл там вот иметь какое-то количество определенной карнси? Вот этот вот вопрос возник первый. То есть я сначала не мог понять, почему он растет и опускается. То есть вы как бы объяснили, вот. Что нет сжигания, что нет этого самого. За счет того, тогда нужно ли выпускать. Вот я хотел сказать. И почему такое количество именно. Ну, смотрите, икарнси дорожает. Если вы хотите в будущем икарнси, нужно нам всегда для того, чтобы наши потоки давали нам прибыль. Это априори как бы монета, которая нам нужна в потоках. То есть мы будем всегда пользоваться. То есть даже иногда бывают такие моменты, что даже мои майнеры не справляются с тем количеством, которое мне нужно в потоках. И я вынужден идти и покупать на сберкассе либо в манисториже дополнительное количество икарнси для того, чтобы потянуть в потоки. Понимаете, да? Это первое. Второе. Те участники, которые уже имеют финансовые возможности, они могут икарнси купить себе в прозапас. То есть те участники, которые икарнси купили за 20 рублей, то есть сейчас они могут более выгодно подтянуть их в потоки. Либо перепродать по 40 рублей. Понимаете, да? Ведь у нас есть возможность еще перепродать на внутренней бирже. Либо на бирже Blackbit, где она у нас выведена. То есть здесь полная свобода. Делайте все, что вы можете сделать, исходя из вашего грамотности, вашей находчивости. Вы можете купить, поддержать, потом продать икарнси. А можете более выгодно даже в поток ее запустить. Но если где-то что-то не срастается, ну вы можете подождать, пока икарнси не дойдет, там 50 рублей. Это будет еще выгоднее. То есть многие наши участники годами держат большое количество икарнси для того, чтобы потом потихонечку по мере нужды либо продавать, либо запускать в поток. Спасибо. Надеюсь, я ответил. Ну да, более-менее уже это самое. И еще один вопрос. Накопительный поток, накопительный поток, он как бы давно уже существует. То есть есть люди, которые уже в системе, есть люди, которые уже получают по этому потоку ту прибыль, которая... Этот поток запущен был больше двух лет назад, поэтому через полгода уже те, которые начнут получать, уже появятся. Да, да, на все верно. Ну все тогда понятно. А еще один к этому же вопрос. Скажите, а вот возможность подтянуть сейкарнси была, допустим, во время акции или еще чего-то, вот на тот же накопительный поток, да? То есть там я понял так, 36 месяцев, если человек вложил сразу сумму 36 тысяч, грубо говоря, за это подтянул сейкарнси, он по условиям должен 3 года, только через 3 года только у него появится возможность получать или это как-то другим способом регулируется? Да, да, все верно. Есть период выплат, а есть период получения средств. То есть накопительный поток работает таким образом, что если вы выбрали 3 года, вы уже могли бы выбрать и 5 лет, и 10 лет могли бы выбрать. Есть период накопления, есть период выплат. Вы 3 года накапливаете, а потом 3 года получаете. 5 лет накапливаете, 5 лет получаете, 10 лет накапливаете, 10 лет получаете. Понимаете, да? Ну все, я понял. Я просто предположил, что если человек сразу туда оплатил за все 3 года, все подтянул, да, то есть он все равно в любом случае будет 3 года ждать и не получить. То есть этот поток у него не в рабочем состоянии. Замороженный средства. Но это не замороженный, это по льготному периоду он проплатил наперед, и currency будет дорожать, дальше будет не так, может где-то выгодно потянуть, так как он потянул в акцию где-нибудь там. Поэтому в любом случае это очень хорошие инвестиции. Особенно, когда начнете получать, вы это поймете. Все, спасибо, понятно. Есть разные же деньги. Есть деньги, которые надо сегодня, есть деньги, которые надо завтра, есть деньги, которые надо через месяц, есть деньги, которые надо через 3 года. Вы таким образом, вы заботитесь о себе в будущем. Понимаете, да? Так у нас потоки устроены. Деньги, которые вам надо через 2 недели, это супер быстрый поток. Деньги, которые вам надо в течение месяца, это обычный быстрый поток. Деньги, которые вам надо каждый месяц, каждые 2 недели, пожалуйста, это стартовый поток. Деньги, которые вы можете накапливать на что-то большее, большую покупку, растущий поток. А деньги, которые вы вообще хотите позаботиться о себе, кубышечку иметь, вот это накопительный поток. И у нас еще есть другие возможности. То есть это не все. Посмотрите мою лекцию 17 денежных потоков. У нас еще есть депозиты и в Монистораже, и в Сберкассе. Это вообще для консервативных наших участников, которые вообще даже не понимают, что такое потоки. Пожалуйста, используйте депозиты, там очень хороший процент. Поэтому это вообще для консерва-консерва, как говорится, для консервативных участников и так далее. У нас очень много еще есть дополнительных возможностей. Поэтому изучайте все возможности нашего сообщества, и жить вам станет намного проще. Так, идем дальше. Идем дальше. Лариса. Лариса, слушаю. Добрый день, всем добрый вечер. А скажите, пожалуйста, где можно все это посмотреть и послушать? Все ваши лекции и в каком виде? Потому что я не... На YouTube-канале можете посмотреть. В закрепе, там есть ссылки на мои последние, вот вчера был эфир, эфиры. И внизу в этого поста есть ссылочка на YouTube. Вот так. Вы переходите на YouTube и подписываетесь на YouTube, и ставьте лайки. Понимаю, спасибо, благодарю. Пожалуйста, Лариса. Ну что, друзья? Так, Асия прорывается, но что-то мы не слышим до сих пор. Асию не получается почему-то у нее выйти на связь. Хорошо. Так, и напоследок Александр хочет нам сказать хорошие слова. Вижу руку поднята. Александр, слушаю вас. Алло, так, по одному. По одному. Александр, слушаю вас. Я хотел спросить, дикаринсы на бирже, они дешевле или же в сообществе они дешевле? Еще на бирже не забрался еще. Смысл в том, что... Микрофончик Александр, слушай, пожалуйста. Да, 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 сейчас. На бирже хороший курс e-currency. Многие участники пользуются реально биржей. То есть они сразу с обменника заходят на биржу USDT, покупают e-currency, сразу e-currency переводят либо на Money Storage, либо на Сберкассу. Многие говорят, что им реально нравится курс. Но чтобы не заморачиваться, многие могут пользоваться и внутренними биржами Money Storage и Сберкассу. Поэтому смотрите, как вам удобнее. Но, по крайней мере, небольшая какая-то эффективность есть. Но в любом случае это навык. Навык современного времени. Поэтому разберитесь с биржей. Это не так сложно. И у вас уже будет современный навык взаимодействия с биржей. Приблизительно навыки взаимодействия с биржей, они похожи. Вы потренируйтесь на нашей, можно сказать, на нашей криптовалюте. Вот, купите ее на бирже. Это будет хороший в будущем навык. Говорят, чуть-чуть иногда дешевле бывает. Ну, я лично сам не сравнивал. Мне пока как бы хватает и бирж на Сберкассе. Когда появится желание там большую сумму закупить, я закуплю, конечно же, на бирже. Все, спасибо, Александр, за вопрос. Так, Ася, еще раз включаю, Ася, микрофончик. Слышно меня? Слышно? Да, сейчас слышно. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Здравствуйте. Я всех поздравляю с днем рождения нашего любимого сообщества. Я очень рада, что я нахожусь в нем. Но я в нем только с июля еще 23-го года. И вот перед этим вот участница одна говорила, что растущий поток у нее с августа, и у нее сейчас уже по 5 тысяч в день. Мне это очень интересно. Я, видимо, как-то неправильно управляю этим потоком. Где можно узнать, как им правильно управлять? Потому что у меня пока не такие еще. Как правильно управлять? Вы узнаете у вашего лидера. Если он не сможет пока на какие-то ваши вопросы ответить, вы можете обратиться к вашему вышестоящему лидеру. Всем участникам, внимание, рекомендую знать всех ваших вышестоящих лидеров вплоть до туп-лидера. Это может быть 5 человек, 7 человек. Все их вы должны знать поименно. Со всеми ними у вас должна быть переписка. Вы в идеале позвоните вашим всем вышестоящим лидерам и познакомьтесь, чтобы у вас коннект возник. Что если вдруг ваш лидер, не знаю, всякое бывает в жизни, пошел в поход на день или на дачу, и там плохо работает интернет, и он чуть-чуть пропал со связи, вы начинаете волноваться. Чтобы этого не было, вы к вышестоящему лидеру, бам, вопрос вы задали. Если вышестоящий, еще, еще, вы можете спрашивать у всех вашей веточки ваших лидеров, до туп-лидеров. Поэтому общайтесь, знакомьтесь, это очень полезно делать. И наладьте коммуникацию общения со всеми вышестоящими лидерами. Основательно всем рекомендую, друзья мои. Особенно сейчас, когда наше сообщество учится, учится коммуницировать между собой. И, во-первых, у вас появится переписка со всеми вышестоящими. Если вдруг кто-то там что-то начнет левые рассылки делать, которые приводят к разным неприятным действиям, то у вас уже будет переписка с вашими вышестоящими лидерами. И вас никто не сможет вести заблуждение. Вы же знаете, что у вас есть переписка. А тут вам какой-то новый аккаунт пишет. И вы понимаете, что что-то не то. У меня уже с этим человеком есть какая-то историческая переписка. Поэтому сегодня же напишите и созвонитесь со всеми своими вышестоящими лидерами. Познакомьтесь, узнайте их телефоны, их аккаунты и дружите. И все будет у всех очень хорошо. Проблема всегда в том, что недостаток коммуникации. То есть вы не знаете, кому задать вопрос. Вот в чем проблема. Узнайте у вашего лидера весь список до топ-лидеров. Он знает, ваш лидер, всех ваших лидеров. Поэтому дружите, задавайте вопросы. Все уже грамотные люди. Многих лидеров уже хорошие кабинеты. Поэтому вам помогут в выстраивании индивидуально вашей стратегии и вашим случаем. Потому что каждый человек – это индивидуальность. Спасибо, поняла, Андрей. Спасибо большое. Спасибо, Ася, за вопрос. Ну что, практически два часа мы с вами пообщались. Благодарю за дополнение, благодарю за ваши вопросы. Я очень рад, горд, что мы всем с вами в одном прекраснейшем месте в нашем сообществе. Рекомендую вам развиваться здесь, задержаться и копать глубже. Это самое главное. Лучше наладить коммуникацию со всеми вашими лидерами, вышестоящими лидерами. Дальше вам наладить коммуникацию с потоками, между собой общаться, приходить на созвоны. Дальше, чтобы приходить на командное обучение. И таким образом вы с каждым днем будете становиться все грамотней, грамотней, грамотней. И все у вас будет хорошо. Ну а я желаю всем удачи и до новых встреч, до новых эфиров, друзья мои. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше, до новых эфиров.